Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас 1 Коринфян, 2 глава, и, наверное, мы ее закончим. Давайте прочитаем с 12 стиха, даже, можно, с 11. С 12 будем разбирать, с 11 прочитаем. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но и изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем у Христов». Итак, Павел утверждает, что мы, 12 стих, приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать, дарованное от Бога. Ну, как я уже говорил, как мы уже с вами говорили в прошлый раз, тайна, которую мы можем понять с помощью Духа Святого только лишь, это, конечно же, касается вот жертвы Иисуса Христа, вот этой спасительной Божьей работы, касается Его Церкви, действия Его в Церкви, Его работы по созиданию Церкви. Ну, понятное дело, касается, но не ограничивается. То есть мы можем понимать, что, скорее всего, Бог что-то еще делает, и что-то нам открывает, все понятно, но я имею в виду, что основные вещи – это вот эти вот. Здесь Павел как можно было бы надеяться, но нет. Здесь Павел не говорит о том, что раз мы приняли Духа от Бога, 12 стих, то, ну, и даже вот, например, вот в 10 стихе «Дух все проницает и глубины Божьи», и здесь Павел в 12 стихе говорит, что мы приняли Духа от Божьего, дабы знать, дарованное нам от Бога. Можно было бы надеяться, что здесь говорится о том, что мы можем понять ум Господень во всей его полноте, широте и так далее, но я думаю, что не об этом речь, как раз-таки потому, что, ну, все-таки Писание говорит, что разум его неисследим, и мы можем понять лишь то малое, что Господь нам открывает. Конечно же, понятное дело, что подвиг Христа – это не есть малое, и работая по созиданию Церкви – это не есть малое, но я имею в виду, что остального тоже много, вот так, правильнее, наверное, вот так вот выразиться. И правда в том, что, да, не можем мы понять всех глубин Божьих, всего его, всю его мудрость, вот, но здесь вот эти слова имеют такое прикладное значение, что мы вообще духовное что-то можем понять, только потому, что нам Господь открывает, потому что мы имеем ум Христов, Христов. Вот, и это не значит, что все верующие имеют одну и ту же мудрость. Если мы посмотрим вокруг себя, однозначно мы, ну, и вообще в целом, на жизнь, на всяких других верующих, мы однозначно увидим, что кто-то более мудрый, кто-то менее мудрый. Но, и здесь вот, как бы, с одной стороны, ну, есть три вещи, о которых я здесь хотел бы сказать. С одной стороны, первая вещь, с одной стороны, на самом деле, нам дано одинаково, с одной стороны, я имею в виду, что Дух Святой Господь дает не мерой, то есть Дух Святой один для всех, и действие Его одно для всех. Это раз. Другое дело, что, вторая вещь, не все с этого стола, с этого пиршества, не все берут все то, что Господь предлагает. Это два. И в-третьих, конечно же, у всех свой путь. Вот это надо понимать, что, как писал Петр, или Павел, не помню кто из них, в общем, у каждого свое дело. Они оба писали о дарах духовных, и каждому Господь, во-первых, дает по силе, собственно, и дар, и его использование, и мудрость в соответствии с этим даром. Каждому дает по силе, и, самое главное, каждому дает свое. Не может быть... Ну, вернее, бывает такое, что человек занимает не свое место, или пытается занять не свое место, но ни к чему хорошему это не приведет. То есть, важно понимать, что дары и призвания не приложены, как говорит послание к римлянам. То есть, дары остаются неизменными на протяжении, на самом деле, жизни человека, и пытаться делать то, что тебе Господь не... Ну, что-то не соответствует со своим даром, но это значит, либо делать все, ну, так, на троечку, либо это значит из кожи вон лезть, и нажить себе тоже всяческое напряжение ненужное, и отсутствие радости, и недовольства, и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому, с одной стороны, да, мы... Я согласен, что Дух Святой один для всех, и в этом мы равны пред Богом, но призвание и, соответственно, сила, которую дает Господь, для всех разные. Ну, и плюс к этому, это еще и... Ну, не хочу такое слово употреблять, но, скажу, усугубляется ситуация тем, что мы еще и по-разному, повторюсь, берем с этого стола. Вот. Давайте дальше. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». И дальше, вот, душевный человек не принимает того, что Духа Божия считает это безумием, духовным и так далее. Вот здесь я хотел бы привести один пример, вот, в качестве комментария к оставшимся стихам. Тоже недавно, ну, не то, что недавно, но как-то вот Господь еще раз и еще раз напоминает последние дни о благодарности, благодарении Ему. Помните этот стих? «За все благодарите». Вот, и у меня сейчас в жизни есть обстоятельства, за которые по-человечески не хочется благодарить, но для меня это как вызов от Господа, и я хочу этому учиться, именно благодарению, даже в неприятных обстоятельствах. Вот, и с удивлением обнаружил, ну, я специально эту тему не смотрел, но с удивлением обнаружил, что к этой теме потихонечку и неверующие люди подбираются тоже. Вот, и появились там всякие исследования о том, что вот если мы благодарим, ну, естественно, они там, понятное дело, они благодарят не Бога, они благодарят там Вселенную, друг друга, ну, вот эти все вот такие вот штуки, знаете, такие приемчики психологические. Вот, вдруг появились исследования, говорящие о том, что уровень человеческого счастья многократно повышается, если человек, любой человек, благодарит Бога, ой, благодарит, ну, он благодарен, если у него благодарность всей жизни. Вот, а теперь давайте посмотрим, как на это говорит Писание. Однозначно, однозначно, что мы видим, что об этом говорит Писание, и нам нужно это делать. Но, смотрите, даже в этом, казалось бы, прекрасном случае, случае, в этом моменте, нам надо быть тоже немножечко осторожным, и соображать, как здесь написано, духовное с духовным. Потому что, насколько я понимаю, насколько мне хватает моего слабенького разумения, насколько я понимаю, суть благодарения неверующих людей, благодарности, схема работает, как, на мой взгляд, однозначно. То есть, все опять вокруг себя любимого. То есть, что делает человек, когда услышит такое исследование, или когда кто-нибудь ему говорит, ты знаешь, дорогой, вот, если ты будешь благодарить, то у тебя там уровень всяких гормонов счастья там повысится, и память заработает лучше, и уровень счастья, качество жизни у тебя повысится. Что такой человек будет делать? любой здравомысленный человек, слыша хороший совет, он его принимает к исполнению. Да, может быть, не сразу, может быть, не в полной мере, но, по крайней мере, он это принимает. Но как он это выполняет? То есть, конечно, если бы я был неверующим, я бы тоже сказал, о, надо говорить почаще спасибо. Зачем? Ну, как же зачем? Ну, чтобы мне было хорошо. То есть, конечная цель, это чтобы мне было хорошо. Чтобы, повторюсь, гармончики счастья заиграли, память улучшилась, это тоже, кстати, связано, оказывается, согласно всяким этим исследованиям. Ну, и так далее, и так далее. Чтобы мне было хорошо. Но, смотрите, почему я говорю, нужно быть осторожным. Потому что, если мы смотрим на неверующих, вот, и, а потом видим в Библии такой же совет, мы такие, о, как здорово, как замечательно. Я тоже буду благодарить направо и налево, и вот, собственно, и мне тоже будет хорошо. Но, здесь мы, повторюсь, и я делаю на этом акцент, должны соображать духовное с духовным. Почему Господь говорит благодарить? За все благодарить? Почему? Да потому что, ну, мы с вами эту тему разбирали несколько месяцев назад. Отдельно я выпускал видео о благодарности, но с Божьей точки зрения. И благодарение с Божьей точки зрения подразумевает вообще всякое отсутствие концентрации на себе. То есть, оно делается не для того, чтобы мне было хорошо. Я благодарю, потому что я принимаю от Бога то, что Он дает. Я смиряюсь в своей жизни с Божьей волей. Я смиряюсь с тем, что Господь делает в моей жизни, делает в моем сердце. И не просто смиряюсь и стиснув зубы терплю, но в идеале должно быть так, что мы благодаря Богу делаем это от сердца и Господь нам дает радость вот в этот момент. Понимаете, радость не от того, что, вернее, мы благодарим не для того, чтобы этой радости достичь, чтобы нам было хорошо. Мы благодарим Бога для того, чтобы мы укрепили свои отношения с Ним. Отношения доверия, отношения любви, отношения, самое главное, смирения перед Господом, перед Его волей. Вот. И вот вот так. То есть, мы соображаем духовное с духовным. И, понимаете, мотив направления нашего сердца, движущая силу наших усилий, силу усилий, то, что направляет наши усилия, мотив, совсем другой. Понимаете? Да, мы принимаем те же самые хорошие и прекрасные последствия, когда есть благодарность в нашей жизни. Но делаем это не для того, чтобы мне было хорошо. Делаем это для того, чтобы почтить нашего Господа, чтобы смириться перед Ним, чтобы принять Его волю. То есть, вот суть благодарения. Да, и Господь дает нам в этом радость. Понимаете? То есть, Господь, когда мы принимаем решение благодарить Его, даже в трудных обстоятельствах, Господь как бы вот в этой области также примеряет наше сердце с собой. Понимаете? Такая вот работа происходит. То есть, Господь дает мир. Наш бунт, когда нам не хочется благодарить, этот бунт утихает. И мы Господом живем в мире и начинаем соображать и познавать ум Христов. И здесь открывается дорога таким образом через благодарение, через смирение, через послушание Ему открывается дорога для познания Его воли. Понимаете? То есть, вот какой путь Господь нам дает. И ни в коем случае не вот это вот поверхностное «А, ну да, да, спасибо, спасибо» или как некоторые там с умным видом «Да, благодарю тебя». То есть, «Спасибо» нельзя говорить, а надо говорить «Благодарю». То есть, «Благодарю». Ну, и вот эти все приколюхи, вот всякие вот эти вот изворотливые идеи «Благодарю» там и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, если я хочу выразить благодарность, какая разница, как ее я выражу, да, ну, так по большому счету. В какую форму ее облечь, это уже не так важно. Главное, чтобы она в сердце была искренней, настоящей. Вот, но люди как-то вот соображают душевное с духовным, духовное с душевным, пытаются примирить, вот соединить, срастить вот эти вот две совершенно противоположные вещи, огонь и лед. Вот, ну и так далее. То есть, понимаете, вот так оно должно быть. Это я привел пример, это лишь пример маленький, здесь не говорится о благодарности в этих стихах вообще, но это пример того, как важно нам соображать, то есть, соединять, пытаться состыковать духовное с духовным, а душевное оставить душевным. Душевное здесь имеется в виду, конечно же, два варианта есть. Вот, либо это совсем человек, который неверующий, потому что написано, что он не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие, либо это верующий, настолько уже угасивший в себе Духа Святого, который тоже стал глух и совершенно туп, совершенно нечувствителен к действию Духа Святого, к мудрости от Бога. Вот, ну, второй вариант, конечно, хоть и тоже плохой, но получше, потому что хотя бы спасение есть человека, есть некая надежда, а вот когда душевный человек, совсем живущий без Бога, противиться Богу, ну, тут, конечно, грустная история. Вот, ну, вот как-то так, надеюсь, что было понятно. Отец наш Небесный, прошу, благослови нас, пожалуйста, в нашей жизни и научи нас слушать Твоих советов и соображать духовное с Духовным, Господь, и не обращаться к неверующим за советом, Господь, но учиться у Тебя, познавать Твою ум и Твою волю, Господь, на нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь. Аминь. 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 Аминь.